То, что общество ушло от соблюдения десяти заповедей, это, конечно, весьма печально. Это как бы является неким стержнем, неким якорем, который не дал развалить мир окончательно. Это такие пункты, это как закон, который хоть как-то удерживал мир от полного самоуничтожения. Ведь у голубых, например, не будет детей, а плодитесь и размножайтесь, такой закон существует и так далее. Но, естественно, сейчас многие силы пытаются каким-то образом изменить подход к соблюдению этих десяти заповедей. А вы сами попробуйте. Если вы начнете соблюдать вот эти все десять заповедей, вам откроется удивительная вещь. В вашей душе, в голове. И, казалось бы, что у вас откроется? Откроется единственный момент, что вы почувствуете свою немощь, что это невозможно. Невозможно это сделать. Ты все время будешь пытаться искать какие-то другие варианты. Тщательное исполнение, это Ефрем Сирин сказал, тщательное исполнение заповедей открывает в человеке его немощи. Вот мы сразу поймем, кто мы есть на самом деле. Поэтому это дело очень полезное. Хотя бы для внутренней тренировки. Иначе можно распуститься и все разнести в весь мир. Спасибо. 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 Спасибо.